Я считаю, что Президиум Государственного Совета, посвященный проблемам реализации государственной антимаркотической политики, который состоялся 17 июня в Ново-Огарево, безусловно, это прорывное такое заседание, поскольку впервые за 25 лет главным предметом обсуждения и очень сложного обсуждения с большим количеством противоречий стала социальная реабилитация наркозависимой, то есть то, чем занимается наша Национальная Ассоциация Реабилитационных Центров. И сегодня, если 20 примерно тысяч человек ежегодно проходят различные программы реабилитации, нам нужно в ближайшие 5-7 лет довести эту цифру до 150 тысяч человек в год. То есть здесь все готово, и президент, очевидно, нас услышал, соответственно, в поручениях президента все это будет изложено. К сожалению, не очень было понятно заключительное выступление Ольги Юрьевны Голодец, вице-премьера по социальным вопросам правительства Российской Федерации, поскольку она, прямо скажем, стала пугать президента колоссальными расходами, которые будут, если мы введем именные сертификаты для наркопотребителей, проходящих реабилитационные программы. Помимо медицинской реабилитации, вот трудовая реабилитация, она нам будет стоить от 230 тысяч за человека до 450, потому что это очень длительный процесс. Эта система ориентировочно может вылиться нам в годовом исчислении от 640 миллиардов рублей в год до 3 триллиона. Цифры совершенно ни на чем не основаны. Удивительно, что на таком высоком уровне у таких высоких чиновников элементарно либо не хватает калькулятора, и мы готовы помочь и предоставить современный калькулятор Ольге Юрьевне, либо, может быть, не хватает специалистов, которые вообще правильно поставят проблему. Очень хотелось бы с Ольгой Юрьевной начать творческий диалог как по математической линии, так и по линии проблем реабилитации. Если мы даже возьмем через 5-7 лет поток 150 тысяч реабилитируемых, с условием 240 тысяч стоимости одной реабилитационной программы в год, и 240 тысяч одна программа, это цифра, которую сама Ольга Юрьевна назвала, реально гораздо меньше, и мы возьмем 150 тысяч человек, то это будет 20-25 миллиардов рублей в год, а не 640 миллиардов рублей в год, и тем более не 3 триллиона рублей в год. Между прочим, на секундочку, 3 триллиона рублей в год – это два бюджета обороны, Министерства обороны Российской Федерации. Мы готовы вице-премьеру Голодец помогать, показывать реальную картину, давать нормальные арифметические подсчеты, и предлагаем все-таки Ольге Юрьевне больше не делать таких заявлений, поскольку в противном случае будет представляться, что за этим уже стоит какая-то зонамеренная мысль, желание напрямую торпедировать создаваемую по поручениям президента национальную систему немедицинской реабилитации. Редактор субтитров А.Семкин